Здоровье людей сохранить, качество помощи улучшить – это главное, для чего медицину надо менять. Сейчас проблем много. От мест в больницах, которые просто съедают бюджеты, до зарплат медперсонала. Их надо повышать. А что думают об этом сами врачи? Подробности из Дубаса. Качество медицинской помощи должно вырасти. Это главное, для чего нужна оптимизация. Цель – построить медицину в три уровня. Врачи говорят, болезнь легче предупредить, чем лечить. Одно из основополагающих принципов медицины, если говорить на латыни, это «primum non nocere», то есть «не навреди». В данной ситуации мы надеемся, что осуществление трехуровневой системы оказания медицинской помощи будет отражать этот принцип «не навреди». Во-первых, это в значительной степени упорядочит движение пациента. Это первое. Во-вторых, это позволит сократить вообще дефицит кадров. И в-третьих, оно будет более упорядочить оказание медицинской помощи от начального этапа до высокотехнологичного. То есть каждая больница будет расписана, что она должна сделать, на каком этапе, в каком объеме. И если при необходимости нужна более квалифицированная медицинская помощь, то больной будет расспонтироваться туда, где ему будет оказана та помощь, которая ему необходимо будет оказывать именно на том уровне, то есть высокотехнологичная. Я думаю, что это очень хороший принцип. Итак, три уровня медицины. Первичное звено – основа. Это поликлиники, амбулатории и ФАПы. Второй уровень – больницы на местах. Здесь часть коек, которые просто простаивают, предлагают перепрофилировать. Например, под дневные стационары. Третий уровень – высокотехнологичная помощь. Диагностика сложной операции. Есть планы и по роддомам. Предлагают оставить три – в Тирасполе, Рыбнице и Бендерах. В Дубосарах, например, роддом давно закрыт, а роженец возят в Григориополь. Сначала у нас была критическая ситуация с кадровым обеспечением врачебного состава. Сейчас у нас сложилась не менее критическая ситуация с кадровым обеспечением сестринского состава, кушерок и детских сестер. И как результат, уже с 2019 года практически, к сожалению, в Дубосарах роддом не функционирует. То есть мы готовы и трансплантировать и в родильные дома, и забирать из родильных домов наших рожениц. Тут я не вижу каких-то особых проблем. И еще. Приемные, реанимации, рентген-кабинеты будут работать во всех районах. Оптимизация – это сокращение лишних трат, но не врачей. А зарплаты медикам, как и педагогам, и соцработникам планируют поднять уже с Нового года. Об этом накануне говорили на совещании у президента. Субтитры создавал DimaTorzok